Севастополь В семье Лопатиных воспитывается ребенок с инвалидностью. Периодически родители вывозят его в другие регионы на лечение. Билет на поезд приобретают по специальной программе, пользуются правом бесплатного проезда. Раньше за билетами нужно было ездить на железнодорожный вокзал, но недавно появилась информация, что теперь их можно купить через интернет. Да, с 1 декабря у льготников появилась возможность покупать билеты на поезда и электрички через интернет. Раньше они могли приобрести билеты только в кассе, предъявив документ, подтверждающий право на льготный проезд. Сейчас тем, кто относится к этой категории граждан, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, после чего сведения через систему электронного межведомственного взаимодействия поступят к перевозчику. Несколько лет назад у Марии Петровны был неприятный опыт общения с одним из чиновников, который грубо с ней обошелся. Женщина слышала о том, что появился новый закон, по которому за подобное некорректное поведение, а тем более за хамство, положен штраф. И спрашивает, правда ли это. Так и есть. Депутаты Государственной Думы одобрили закон об административной ответственности чиновников за оскорбление граждан. Теперь к этому относятся не только унижение личности и достоинство, выраженное в неприличной форме, но и поведение, противоречащее общепринятым нормам морали и нравственности. Согласно документу, должностные лица должны будут уплатить штраф до 50 тысяч рублей за оскорбление в публичных выступлениях и 100 тысяч в интернете. Также это может им грозить дисквалификацией на срок до одного года. При повторном нарушении запрет занимать руководящие должности увеличивается до двух лет, а штраф до 150 тысяч рублей. Отметим, что отдельно для чиновников такое наказание вводится впервые.